Всем привет! Сегодня рассмотрим условное форматирование в LibreOffice и цветоделение. Вот у меня имеется табличка с данными, причем на 3687 строк, то есть такая нехиленькая табличка. Ну вот как-то выглядит она одинаково и трудно сосредоточиться на ней. Вот что сделаем. Вначале закрепим окошко. Фиксировать. И теперь 6 верхних строчек у нас закреплены. Теперь прокрасим цветом. Я возьму такой вот желтенький и даже, скажем так, более бледный, где-нибудь вот такой. Да, вполне устроит. А верхнюю табличку я прокрашу где-нибудь сильно темновато. Ну, где-то вот так. Вот теперь уже, как говорится, выглядит не так серо. Ну, представьте себе, тут у меня куча забегов, и они все сливаются в один общий забег. Как-то не очень. Вот что есть, что можно сделать. Значит, есть у меня специальная формула, и эту формулу, выделив две ячейки и нажав на правый нижний угол, кликнув по нему два раза, вот распространил до самой последней строки с данными. Ну, вот теперь мне нужно все это дело скопировать и вставить, как обычный текст, чтобы из него ушли все формулы. И вот пока мы видим еще формулы, а теперь вот остались только данные. Вот данные остались. Теперь, значит, что сделаем? Теперь, значит, возьмем и отсортируем нули от единиц. Вот нижняя строчка. А теперь отсортируем по колонке А. И получим единички. Вот я на них встаю. И попереку наверх. Вот сюда. И прокрашу их в какой-нибудь такой голубенький цвет. Вот таким образом. А теперь снова отсортируем по месяцу, дню и времени. То есть по колонкам С, Д и Е. Вот идем на сортировку по выбору. И отмечаем С, Д и Е. Ну, а теперь посмотрите. У нас получилось, что каждый забег отделен друг от друга цветом. Вот на стадионе Беверли забег был на 2.10. А уже на стадионе Сандаун забег прокрасился в синий цвет. Вот, пожалуйста. И теперь, допустим, мне уже гораздо легче, значит, смотреть там и отделять друг друга забеги. Мне не нужно, потому что все это уже сделано и отделено цветом. Единственное, сейчас я вот возьму, поубираю нули и единички, потому что они уже не нужны. Они свое дело сделали. И вот в моем распоряжении, как говорится, табличка, годная к дальнейшему анализу. Здесь, значит, проставлено напротив каждого забега, какая лошадь прошла первой. Вот, допустим, в данном случае вот эта лошадка. Вот она пришла первой. И так по каждому забегу у меня, значит, имеется информация. Ну, а здесь, скажем так, наша любимая, значит, формула сложения, процентовочка, которую мы разбирали, сумма. То есть все абсолютно, как говорится, нормально в рамках тех формул, которые, значит, я там показывал и про которые рассказывал. Значит, могу сделать вот так, наложить стиль и снова вернуть все на круги своя. Формула вот эта вот абсолютно чудесная. Я вот сейчас ее вот так вот скопирую. И покажу вам, так сказать, более подробно. Вот она выглядит вот таким вот образом. Многовато, да? Вот формула выглядит таким вот образом. Вот эту формулу, значит, мне помог с этой формулой Олег Ведякин из Калининграда. Человек, который разбирается в электронных таблицах очень хорошо. Гуру, скажем, электронных таблиц. У него имеются свои курсы и в интернете его можете легко найти. Значит, вот я вам его данные даю. Олег Ведякин из Калининграда. Посмотрите. Это человек, который, скажем так, разбирается в Excel и в LibreOffice, то есть в электронных таблицах. Вот он любезно мне, значит, прислал вот эту формулу, которая, значит, мне чисто практически мне понадобилась для того, чтобы отделять цветом друг от друга, значит, забеги. Вот. И помогает мне в решении, так сказать, моих, скажем так, повседневных задач, там, когда я анализирую что-нибудь и так далее. Вот вам примеры, значит, цветоделения, закрепления верхней панельки. Ну, и вот, допустим, посмотрите, еще условное форматирование. Вот выделил я столбец. И меня, допустим, интересуют только ставки в диапазоне от двух до пяти. Вот я иду на формат, вот иду на условное форматирование, вот ставлю условия. И вот здесь ставлю между, а здесь проставляю от двух до пяти. Окей. И вот все ставки в интересующем меня диапазоне, они просто-напросто прокрасились, вот, зеленый цвет, а цифры стали белыми. И мне, может сказать, например, вот эти два забега меня не интересуют, потому что в нем нет ставок в моем диапазоне. А здесь вот есть и так далее. И все это дело делается быстро, легко и удобно. То есть вот все зависит от того, как говорится, какие цели вы преследуете. Ну, как видите, с большинством задач LibreOffice справляется просто-напросто в легкую. значит, причем, как видите, значит, ничего сложного такого нет. Форму, значит, вот я еще раз покажу на экране, можете потом сделать стоп-кадр. Вот. Из нее, значит, видно, что, ну, значит, все данные, вот, которые она делала мне, значит, разбивку цвета по ячейкам Е6, Е5. Вот здесь. То есть она отделяла просто-напросто забеги по времени. Вы можете сделать светоделением, допустим, по дню неделю, тогда несколько будет другая прокраска. Почему угодно. просто в этой формуле нужно будет напросто взять и поменять значение, допустим, Е6 и Е5. Вот практически и все. Значит, вот я считаю, что это очень такая хорошая полезняшка. Она вам может здорово пригодиться, особенно, если у вас имеются большие таблицы. Я привел пример, значит, вот у меня тут были данные с 17 сентября прошлого года по 16 октября, где-то за месяц я там как-то в свое время анализировал. Но вот видите, в какой удобной форме значит, все это дело делается. То есть вот огромнейшая таблица, а по ней, как говорится, я ползаю как таракан. Почему? Потому что быстро. Потому что цветоделение мне, значит, помогает отделить одни забеги от других. И по ставочкам также у меня имеются хорошие вот такие вот, скажем, определители или подсказчики. То есть сразу меня нацеливает обращать внимание только на те забеги, в которых имеются вот эти интересующие меня величины. Вот. Ну ладно, я желаю всем удачи. Желаю, значит, воспользоваться вот этой вот формулой, потому что она, конечно, просто-напросто хороша. вот еще раз привожу ее, значит, и плюс Олег Рядякин он очень хорошо известен в интернете, потому что он помогает очень многим людям. Так что вот делаю ему, как говорится, своего рода и рекламу. Ну ладно, всем удачи и до новых встреч.